так ребят я здесь короче не знаю что за херня позвонил провайдеру сейчас в общем сбросил мне сессию но говорить что где-то за шесть минут последних 10 разрывов было то есть от меня к их оборудованию но у меня конечно кабель здесь уже раздрочен конечно конкретно я бы сказал но на самом деле у никто не трогал данный момент то есть непонятно почему такая хрень происходит вот нужно может кабель поменять будущем просто это неожиданно происходит все абсолютно ничего не делаю странная хрена тень конечно ну начнем с того что это я пара разная бывает абсолютно естественно любой провайдер ставят самую дерьмовую всегда потому что она самая дешевая вот по дефолту какая она здесь и стоит надо будет диме отписать может быть действительно потому что меня просто там где дверь в прихожей она как бы дверью очень жестко там ее растебала как бы то есть он уже даже из изоляции нету как бы в этом кабеле у меня две линии после еще 2 есть там она отключена ну на одном провале короче надо да надо что-то этот кабель будет по ходу поменять были просрали время столько ну ладно техника надо вызывать чтобы но нужно просто новый кабель кидать как бы на это нужно время плюс бабки еще платить за это поехали я просто хочу кабель получше взять а мне друган мой дима говорил что у него есть какая хорошая витая пара там чтобы может использовать уже действительно нормально поехали хоть одного бича накажу какого-нибудь груз уже второй раз за последнее время такая хрень происходит просто ну как бы не весь интернет полностью обрубается вроде страницы какое-то время крутится потом мы страниц там обрубает тоже skype какое-то время пишется вот да игру надо включить обязательно включим и в Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Дислинги зарешали Сейчас зарешало еще то, что что-то пилоны Как-то у меня мало пилонов там было Если бы я сейчас отбился Все вообще замечательно было Потому что это бомж Что он ровуч и гидру там зажал просто И отбейся Там армада дальше пробревала Изи просто Не актись у него начало, конечно, из-за лагов Ну да ладно Короче, что-то у меня Вроде все замечательно было Но понятно, что иногда SSD-ха шалит Вообще комп не хочет с первого раза никак грузиться Короче, нужно решать сейчас с SSD-хой Нужно решать сейчас с интернетом И с кабелем С парацом Может, а в последнюю очередь надо решать Да, кстати, стазисная ловушка сейчас вообще бы идеально Она могла помочь бы при обороне Абсолютно с этим согласен Еще тут я и не запилил В итоге не понимаю, а сам что Тут репера из трех барахов Конечно, не очень расклад будет сейчас Будем надеть, что никаких реперов С трех барахов там и нету 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 С третьей барахов там и нету Хucунец Да, Policy Тех барахов wipe Продолжение следует... 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 Два гейта у нас появляются УМС на застройке Овер залетает, хочет проверить Что происходит На золоте ставят хату сейчас Третью нужно перевести туда Дронов побольше будет Если хочешь, чтобы оно побыстрее Окупас начало Я вижу АД построит УМС Залетел, проверил УМС, кстати, фейковал Он сейчас в форже ничего не делал Такое ощущение, что он фейковал Как будто в форже что-то делал В итоге с торгейт еще пошел Пин, кстати, 114 всего на Америке Сайт Eastern United States Восточная А, восточный, кстати говоря Хост, ну посмотрим МС в Корее Ну я не знаю Может, МТ, конечно, и 3-0 выиграет Но у меня очень большие по этому поводу Сомнения Потому что фаеркик реально сейчас Силен в последнее время И он очень неплохо Особенно ПВЗ ЗВП, точнее, он неплохо отыгрывал Так, 211, 319 АПМ УМС На кнопки жмет быстро фаеркик Жмет вообще не быстро пока Но в замесах уже было 300 Я видел, что у него такой АПМ был Но это за счет заказа, конечно Видел ли МС, что золото у фаеркика? Ответ отрицательный Нет, он золота не видел Третий Нексу ставит сам Фаеркика больше на десятку лимит Но это боевой лимит На 15 По рабочему Он даже проседает В сравнении с МС Приходит Роуч Пилон шатает Так, Оракул пытается Королеву тут погонять на золоте Ну, все нормально Золото добывается Пилон выбил фаеркик Побежал по этой Роучи Ну, куда ж ты Мое, блин Теряет двух Роучи И демедженных сейчас Может быть, Фатонку стоило побить бы Второй Оракул летит Грелочка делается Здесь у нас камни не пробиты Кстати говоря, от фаеркика идет полноценный пуш Линга, реводжеры Пуш этот будет Но только лингов Не надо раньше времени, пожалуйста, отдавать Нужно реводжеров подморфить сейчас Абсолютно точно Так, Оракул начинает демеджить Линги заходит Роучи здесь Не может фаеркик принять решение Куда же ему врываться Бегается вперед Мук Роучи им делается Грелка сейчас будет готова А с грелкой уже все Вместе с грелкой Лизер МС отобьется Что-то фаеркик бегает Сюда-сюда Ты кунянь, пропади Уже проатакуй хоть что-нибудь Друг ты мой чудесный Нужно уходить от грелки Нахрен Но фаеркик завис на улыни Сейчас Он, наверное, не знает Просто, что делать На этой карте В отличие от МС Вот тебе и пожалуйста Давай, пойдет Адептер 115-118 Полнейший Улын Сейчас от фаеркик Полнейший Нужно куда-то проатаковать Королевы Наконец-таки пришли Нужно окружать Окружает Сентри Окружает Адептов МС Сейчас фаеркик Вышли со второй базы Часть юнитов Нужно на них Сконцентрировать Удар Сейчас Много филдов Пошло от МС Фаеркик Фаеркик Нужно грелку Нужно грелку Одному бить Хотя бы Заходит фаеркик На третью 90-84 Начинает МС Шатать Пробревает Вот тебе и фаеркик Вот тебе и пуш Затянувшийся Казалось Как бич Там что-то теряется Фаеркик Отдается Но В итоге Сбревает МС Начинается Хламешка Какая-то Просто Пробревает Гейтыда Третий Тенексус Нескалинга Хоть пошли туда Добейте Пилоны эти Что ж ты так Оставил-то Друг ты мой Чудесный Оставил в итоге Третий Нексус Все-таки Фаеркик Фаерболы Вообще мимо идут Мазеркорд Новый Вылетает Реведжеров Много уже Реально Королева Пытается Сбрить МС Фаерболы По двум Грелкам МС Как вообще Сами знаете Кто Отдает Такие вот дела Казалось бы Да МС Уже отбился Но Какой слив Пошел Потом Вообще Нелепый Заходим В лобе Грелок Двух штук На фаерболах Еще Не ну-ка А грелок МС Отдал Хотя Хотя Если бы Вот этих Грелок Он не отдал Там две Королевы Было Он уже Начал Фокусить Ту У которой Энергии Больше У второй Даже Трансфюза Не было Все На одну Королеву Череши Вторую И потом Грелками Начал бы Иноземные Войска Убивать То есть Можно было Реально Еще Убить Но Что-то Затупил И В итоге Отдался Как-то Слился Спалился Бедняга Пользователь Ярослав77 Активировал Премиум На ваш Канал Спасибо Ярослав77 Где Это Написано Вообще А Это Я Здесь Посмотрел Это Старое Сообщение Видимо Надо Открыть Ссылку Что-то Что-то Не туда Это Водолазки Наверное Лет больше Чем мне Мне кажется Хотя Я не знаю Втуда Она Честно Горя Взялась Но В ней Высокий Ворот Поэтому Горлу Хорошо Если Полгода Назад Сказали Что Firekick Забреет MC Но Я бы Подумал Что Это Лотов Наверное Наверное Так Вот Влияет Но Пока Лотов Вообще Положительно Очень Даже Влияет Ну Что Вторая Игра Firekick 1.0 Ведет Ну Вот Теперь Стандартные Карты Начинаются Лучше Ли MC На Стандартных Картах Отыграть Хороший Вопрос Не Не могу Ничего По этому Поводу Сказать Может Лучше Может Нет Это Сказали Продолжение следует... Ну что, через Netsu с форжой MC, кстати, играет. Здесь у нас пул первый, между прочим, линги строятся. Хата вторая пошла от паер-кейка. Дрон гоняется за пробкой, но MC полный блок делает рампы, поэтому придется один пилон точно пробивать свой. Ну и третья пошла у паер-кейка. Пробка уничтожена была или нет? Где она вообще, эта пробка? А где пробка-то, я чуть не понял. Куда он ее делал? Ездила же здесь пробка. Потеря на эту страну. А что он делать? Успел уехать, что ли? Ну что, не получилось пробить пилоны по паер-кейку. Он ушел в итоге, естественно. Да нет ни на какой четвертый, я же вот от MC вижем ставлю. А, вот она, вот она, вот она пробка. Точно не заметил синий цвет, незаметный. Пробочка заезжает, паер-кейк ее сейчас увидит. Нужно принимать по крипу ее. Ну что линги-то встали? Встал лингами. Ну, постой, постой, маленько. Ну что, у второй базы MC вообще уже вовсю качается. Правда, на минералах пока пять пробок всего лишь. Ну, газ уже начал добывать, не понемножечку, а хорошими такими темпами. Здесь талки-ровера прогоняет, я вижу. Пробивает MC пилон, который более дэмэдженный. Будет выходить в итоге через него. Здесь такое нагромождение прям с Аней на рампе. Вот еще один пилон для перестраховки пошел. Так, что-то кошка там орает. Что, еще рано? Так, никаких спайков не должно быть. Все нормально. Сейчас будет заказан Nexus 3. Это у вас проблемы с браузерами, наверное, с этой хренью, как типичная. Хотя, вот, надо, пора пока давно было бы написать что-то. Так, ребята, пишите, лагает или что там? Так, сейчас все лишнее закроем. Не должно быть поведения никаких спайков, вот сейчас точно. Все, ладно, давайте смотреть. Это, скорее всего, вот из-за, все еще за этого HTML5 и из-за браузеров. То есть, нужно браузеры менять тем, у кого спайки, пробовать другие, если там какие-нибудь. Ну, просто другие пробовать. Потому что и в Гугле были, и в Мозиле были, в особенности, там, в Яндексе всяких вот этих проблем. Полетает MC, оракулами пытался прохарасить. Трех дронов взбрил, но одного оракула потерял. Третий Никс начинает раскрыть. 55-75 парабам, на двадцатку рабочих больше фоеркейка. Причем в этом и плюс по лимиту. Так, я не знаю, что там Аблер. Ну, это здесь ни при чем мой стрим абсолютно. Так, ревелэйшн очередной пошел. Гейток. Так, девять штучек гейток. Тут какой-то пуш намечается. Фоеркейк пролетает. Все, прекрасный вид. Сейчас будет, блин, кулын получается от MC. Фоеркейку что нужно? Фоеркейку просто нужно раскачать немножко третью базу и четвертую, точнее. И принимать, в общем-то, выход. По рабам, здесь у нас 17 штук на минеральной линии. Здесь 18. Все, вот эти лишние нужно обязательно перевести. Вот этих 5 туда. И все, уже четвертый более-менее начнет добываться. Привет, разведчик. Всем привет, ребят, кто недавно подошел. Сейчас буду проверять. Да нет. Пошел Гавар. 129. Боевые элементы в леске очень. Гидрала первая уже у Фоеркейка выходит. Будет ли реведжеров морфить? Судя по всему, нет. Потому что у него Люркер Дэн сейчас морфится от МСУ Луна. Вложение у Фоеркейка. Спайр. Хайв. Люркер Дэн. Если он сейчас отобьет четвертую еще хату, то у него вообще все замечательно станет сейчас. Нужна бы... Вот ошибка от Фоеркейка. Ужасная ошибка сейчас от многих зэпов. Вот они играют походцовски до сих пор. Где пару реведжеров? Вот филды поставили. Фаерболы в филды. Все, филдов нету. Ну что за бред-то вообще? Ну идиотизм полностью. Не делать реведжеров сейчас хотя бы две-три штуки для того, чтобы филды сбривать. Это на самом деле слишком большая наглость для Зерги. Вот филды пошли. Ну вот это по... Филды есть. Филды в итоге зарешали. Минус Фоеркейк. А, 1-1. Были бы реведжеры... Я не понимаю, почему Зерги этим не пользуются просто. Фрилфилды сразу позицию нормальную занял. 10 реведжеров роучи еще заказано. Уже эмси тут агрессивные какие-то блинки делают. Ну и грейдит все плюс один. Там просто невероятный... Там люркерден, там хайв, там все делается у Фоеркейка. Нет, он просто-просто возьми отбейся. Лимита 170 на 140 там было. И все равно не отбился. Мэйши это 1-1, ребятки. Абсолютно очевидно. Эмси пришел и на блинки проблел. Фрилфилды как гиганчик. Ну что, прошли фризы-то там или нет? Должны, по идее, пройти были. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Чего-то хост не создается пока. Пользователь Бабджки активировал премиум на ваш канал. Фаеркейк карту убирает. Не было никаких резов, все понял, все в порядке, отлично. Идем продолжение. Чуть у людей как-то на КАС против Демаги было больше даже. Но КАС Демага это олдскульчик, потому что заходим. Линок и Лайф сложно сказать. Сложно сказать. Я думал, что Линок в Изи ушатает бомбера, а он бомберу проиграл. Поэтому мне сложно говорить. Я думал, что Линок и Лайф чистой воды 50 на 50 может быть чуть Линок посильнее. Так что тут не могу сказать точно. Можно посмотреть, что пока сегодня будет по ставкам. Линок и Лайф. А, Лайф фаворит прямо. Не, ну на Линока можно запилить. Но Линок бомберу проиграл, что для меня странно. Но Бомбер сильно отыгрывал. Супер Бомбер. Супер Бомбер, мне кажется, бомбер явный фаворит. Не знаю. Блай против маны. Блай супер фаворит. Но это же, ну не знаю, не знаю. Не уверен, что Блай настолько прям фаворит тоже против маны. Вот, ну скорее всего, да. Блай, конечно, фаворит, но не настолько. Вот. Фаеркик, МС, 1-1. Не, ну Линок может Лайф выиграть, не знаю. Ну и Лайф фаворит, даже странно. После поражения Бомберу, наверное, не знаю. Так, градусник поставим. Линок был фаворитом. 1-1, счет. Запилен гейт. Здесь хата на золоте сразу, конечно же, она эффективна. Вторую нужно здесь ставить, еще третью, точнее. Будет ли фаеркик так делать? Вопрос открытый. Пул. Нет, 17-го хата пул. Билл. МС через 2 гита играет. Подозрительный билд. Зачем МС играет через 2 гитака, а здесь золото ввели? Ну, вот это актуально было, когда Зерк 3 хаты в наглую ставила. Но фаеркик-то не ставит 3 хаты прям в наглую. Мы думаем, это очень странный билд какой-то от МС, мне так кажется. Достаточно фаеркику понять, что происходит, заказать лингов, он будет в очень большом блюсе сейчас. Вот МС не видит, что золото, то есть он не знает, что золото, что и карту такую выпасть. Ну да, когда на вахте сидишь, куртки-то принимаешь. Какие там золото? Батлнет некогда загрузиться, посмотреть, что происходит. Два адептика строятся. Пошло золото. Два адептика строятся. Потому что он хочет сделать под пуш адептами. Браво! Просто браво! А я-то думал, что он хочет такое сделать вообще. А оказывается-то под пуш адептами он хочет сделать. Ну ладно. Посмотрим, а что это выльется 8 дронов. 10, 12, простите, не дронов, а лингов. Уже 12, не 8. Адепты врываются, лингов много. МС эскейп наживает, врываться не собирается. Хата здесь стоит, ничего не сделать в итоге. Третья вставится. Здесь еще вторая пока не готова. 23-20. МС пока впереди по рабочим. Это нормально абсолютно. 14 лингов есть у файркика. 12 еще в продакшне. Вижу, что будет передроп сейчас готов. А, это не передрос, это передроп. Это еще передроп с мумом оверов. Это вообще интересно. Почему-то один только овер. Здесь можно два взять тогда. А два и будет в итоге от файркейка. Все, готов. Готов мум овером. Заказываем в итоге два сейчас овера. Передропаем лингов в часть на мейн. Часть на второй базу будет прорываться. Так, здесь на муме заходит файркик. Нужно больше оверов сюда везти. Я не понимаю, что файркейк сейчас делает-то такое. Адепты есть. Четыре штуки. Раз. Овер морфится. Два морфится. Шестнадцать лингов будет. Здесь еще королева. Ой-ой. А, кто-то говорил. Линга королева от файркейка. Имбовый билл с двумя золотами. Двадцать дронов на тридцать пробок. Кстати, билл-то интересный очень, я вам скажу. Получается-то он какой. Так, линги вырываются на вторую. Передропчик на мейн. Это будет идти. Файркейк грызется. Оверчаж-то где? Прямо в рабочих будет передроп? Нет, прямо в рабочих не будет передропа. Файркейк выжидает выгодный момент сейчас, чтобы ворваться. Врываться будет? Непонятно, если и будет, то куда будет врываться файркейк. Заходит на рампу. Королева прилетает. Линги дропаются в это время. А мы сталкеров-то отожми. Что же ты делаешь? Файркейк дропает только королев сейчас почему-то. Линги врываются в минеральную линю. Трансфюзер проходит. Пилон падает или что там падает. Линги дропаются прямо к рабам. Королева успевает спасти файркейк. Мазеркорф опуснул. Великолепная просто атака сейчас. Чудесный какой-то билл. Реально крутой получается. Нужно загружаться и дропаться прям сталкером за спину. Что файркейк и делает. Филд уже навряд ли спасет. Лингов загружаем. Конечно, перевозим. Смотрите, какие филды. Филды. Билды. Тут и билды у файркейка. Молодец. Просто расшатал МС. 29, 57, 2, 1 файркейк. Я же говорю, что файркейк сейчас может тащить. Реально. Он сейчас очень хорошо играет. Как апгрейдили-то, да? Репчик и вот эту хрень. Я не знаю. Репчик это первый придумал. А я нет, правда. Но это на Ульвене придумывалось, а переселилось в итоге на все карты. Вот эти королевы линги. Переселился этот билд на все карты. И очень эффективно многими-многими игроками используется до сих пор. Ну что, ждем четвертую. Попробуем. 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... 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 Прохладненько... Прохладненько очень... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... гейтов. Чем, пока я не понимаю, Оракулу строится. Наверное, Оракулу адепты будут, скорее всего. Улетает Овер. Да, плюс четыре, плюс пять гейтов даже ставится. А, пятый вот здесь вот шесть гейтов плюс Оракулы куш. Китайские страты от корейцев? Ну, ПЗ. Китайские ли они? С Ревчиком картинка зачетная. Не знаю, кто делал. Вот таких побольше надо. Про Старкрафт вообще, про всех игроков, про вообще все в принципе побольше вот такой темы. Здорово, Ревчик. Вот. И будет весело, и популяризирует, по крайней мере. Так, Оракулы пролетают. У Королев проблемы. Здесь адепты приходят вообще гигантские проблемы. В принципе, сейчас у товарища Файеркика. Это, по-моему, 2-2 счет. Даже я не знаю, что можно здесь сделать с этим. Оракулы до тех пор жарят. Здесь один полудохлый, но выживает в итоге. Две королевы на устройство. Роучи адептов прессуют. Но на мэйне некому встретить. Оракулы еще один подлетает. Просто разгром. Идет 20 дронов. 21 уже минус 26-43. Парабамни, ребят. Это пичельбосдос какой-то полный. Адепты. Часть адептов остаются на второй. Здесь Роучи на муви уходит. Файеркик начинает атаковать. Начинает Файеркик атаковать. Оракулы в 3 штуки живет. И Лилик, кстати, здесь Файеркик отобьется. Это полный улын. МС сейчас просто в каменном веке. У него никаких технологий нет. Абсолютно. У него в проксе есть данья, которые можно выбить еще при этом всем. Так что можно, можно попытаться как-то за игру здесь вцепиться. Но без спорок я боюсь, что Оракулы просто... Да! Оракулов нечем убивать сейчас с Файеркику. У него 3 королевы полудохлых. Они энергию накопят. Они сейчас произвут и королев убьют, и они убьют еще все. И все остальное скорее всего. Так, адепты падают. Линк пытается поднадкусать адепта. Второго успел минуснуть. Оракула в 3. И четвертый строится. Новые адепты врываются. Королевы больше Файеркика не строится. Если бы он сейчас прочувствовал момент. Заказал бы королевы побольше, то я думаю, шансы бы были гораздо более высокие отбиться. Оракулу рабочих убивать. Королева на муве идет. Вообще проблемы везде. Печаль, беда. 2-2 намечается. Но пока еще не конец, но думаю, что сейчас будет. Конец уже в спорку пытается. Файеркик дронами встал. Не понятно, что он встал-то. Адепты на трензи пошли. Здесь рабочие еле живут. Оракул минус один. Здесь адептов вроде убивает. Так, новые адепты заходят. Оракулы подстраиваются. 3 еще живут до сих пор. Дроны сныкались максимально далеко. Файеркик пытается их увезти. Прямо через адептов ведет. Принимать не получается. 21 дрон, 48 пробок. 49 дронов уже в этой игре потеряно было. У Файеркика пытается поймать адептов. Адепт не так просто поймать. Оракул в 4 штуки они сейчас ровущие начнут уже разбирать. Их4кп поддержал ваш канал на сумму 555 рублей ровно. Спасибо за стрим. Их4кп. Неожиданно, но и очень приятно. Спасибо тебе. 2-2. Все-таки 2-2. Ну, жестко такое. Очень тяжело отбивать на самом деле. Адепт от 50 говорит ну да, нужно проверять, конечно, с такими игроками, как MC вообще, в принципе, еще вот лот столько начался к Shazam все не привыкли нужно просто в начале очень много чизов в лотве особенно с Эргом, берешь одного линга через шип по одной стороне карты через шип по другой, просто прокликал пусть он бежит, пофиг что они там, они особо не нужны в лотке, приемов в лотке, с подписчиками и заранее в лотке, там, тут палив можно, в лотке, прохожу в лотке, как я да, аватарку свою видел прикольно тоже кто-то запилил спора нет отлично, 37 как меня достало это 37 кто бы знал есть выхлоп от вебки не экологически чистая техника на электричестве работает не на дизельном топливе не на керосине все нормально не волнуйся так, лилилак карта решающая ну для файеркейк хорошая карта на самом деле пора вебку если быть так то если по делу я не знаю есть выхлоп не есть выхлоп главное стримить больше не эксус не эксус посмотрите 17 очень наглый не эксус можно сгрызалить не эксус тебе стоит ты мелкий каун надо обновиться залогиниться чтобы было понятно кто это есть можно галочку ставить анонимно типа ну тебе-то на счет не будет зачисляться поддержка насколько я понимаю хотя я не уверен ну спасибо ребят всем в общем-то бустится у mc main кибернет заказана третья хата у почти готова у товарища файеркейк кстати это три хаты пул был бил на этой карте с халявить или шермечка файеркейк ну правильно сделал главное теперь к чазам быть mc готовым старгейт mc пошел все в линию ставится вот это ущербные застройки я говорил уже сюда попасть нужно все обойти это вообще бред если тирана еще поднять можно то то как-то так что у меня гифка у меня не гифка у меня просто картиночка все у меня у меня не у меня не 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 а не Милки Крут Атака поддержал ваш канал на сумму 50 рублей ровно Твердый знак, твердый знак, твердый знак Не знаю в чем прикол, но спасибо 10 дронов еще Firecake заказывает Парабамы так впереди, сейчас еще вперед вырвется немножечко Вот Оракул врывается Здесь одна все лишь королева Нужно спасать рабочих Спасай же ты рабочих Спайеркик туда-сюда и ходит Оракул ММС Ну не просто так, когда они на муве Ты кажешь, гораздо меньше В итоге рабочих погибает Пять погибло, а если бы они на муве не было Штук восемь бы минимум Погибло бы в итоге Роуч Ворон запили, но хорошо Легким испугом отделался Файеркик, сейчас вижу мув овером заказан Зачем? Наверное не хочет, чтобы Грелки как-то оверов тут убивали Здесь третий нету ставится Ну У ММС нет технологии У ММС нет поржей, нет грейдов Так, музыку посещать Да, я чувствую Хотя мне не сильно громко Кстати, музыка Так, сделаем на семерочку Что-то танки поддерживаешь Чатик Одиннадцать роучи строятся Эволюшн есть, кстати говоря То есть это дроп какой-то будет Ой-ой-ой Смотрите, тут что файеркик-то сотворил Файеркик собирается К роучам королев еще привезти Сейчас плюс шесть штучек Кстати, игре интересный пуш получается Роучи по земле, королевы по воздуху А почему бы и нет Ну здесь три пилона есть И филды есть Вот что, минус, если честно И как-то мне кажется Очень такой Для файеркика Пуш опасный получается Он может просто не продавить здесь Релоджеры мостятся Семь штук целых релоджеров Лингов все больше и больше 126 на 107 Пользу файеркика Боевого чуть ли не двукратное Преимущество Так, дропаются королевы Сейчас пойдет все вперед Заходит роучик Файербольчики пошли Хорошие файербольчики Пилон еле жив Сейчас упадет пилон Второй сейчас упадет Еще один пилончик Минусует сейчас файеркик Нужно залетать королевами Внутрь прямо дропается файеркик Билды пошли Нужно воздушных юнит Вкусить оверов от королев Увел ошибка сейчас Со стороны файеркика Не надо было От королев оверов уводить Королевы фокусятся Новые оверы прилетают Что-то какой-то бред происходит Передроп Дальше пошел королев Новых передропнул Файеркик Королев-то передропнул Да кого они бьют-то Никого не бьют На муви сливается Что ж ты творишь-то, файеркик Вот это ты даешь-то просто По грелкам попадает Такой фейл На муви ходит Ходит на муви Файеркик Ну что ты делаешь-то Где контроль-то Элементарный какой-нибудь 39-52 Рабов много убил МС сейчас молодец Хоть рабовку убивал Муверов нужно уводить Это полный провал вообще Полный провал Так, один овер остался Полетел дроп роучи еще раз Вот если бы сейчас файеркик Сделал все правильно Он проломал бы Вот эти пилоны Зашел бы не сюда Королев дропал А юнитов провел Вот сюда Вот в эту область И дропнул бы куда-нибудь сюда И королев Вообще бы убил его Сто процентов Плюс он на муви Ходил не атакуя вообще Королевами Не делая транслюза Где-то в другом месте Был контролев Так, грелки сбривают оверов Они быстрее оверов что ли тогда 263 Да, быстрее Сгодите Кагрейт есть уже Странно Ой, сколько оверов МС пайеркик Ну, убивал Нет, полный провал вообще Что столько оверов Пайеркик потерял Испани ушли Сейчас Тогда Тогда было бы жестко Тогда было бы не жестко Им было бы нормально Еще Пайеркик Мог бы жить Но оверы не смогли уйти Так, королева грелок Начинает бить Ну, там чудом Грелка ушла В итоге По хп Там было очень жестко Здесь роучи дропаются 4 пробки Уже минус На вторую базу Опять дропчик пошел И здесь пробок Минусует Пайеркик Неплохо Еще 3 пробки Минус 9 В итоге Минус рабочих Файеркик Убивая Рабочих что-то не так Не прям Не слишком эффективно Убивая Сталкеры пришли 12 пробок Сливает 38-69 Хотя они врут Достаточно эффективно Спайер пошел У файеркик Посмотрите Парабам 69-40 На тридцатку Впереди Пятый уже хат ставит На четвертый Газы раскачивает Спайер строится То есть Милки Крутотата Поддержал ваш канал На сумму 50 рублей Ровно Покажи чуленчика Какого чуленчика Спасибо тебе еще раз Спасибо Короче всем За поддержку Тут что-то происходит МС грелок Добавил Еще 5 грелок У МС Все это делает выход Очень жесткий Какой-то микс И вот сейчас Если Файеркик Собирается Заказывать мутку И если МС Вот этой хренотней Приходит И мутка Будет выходить МС Пробревает Файеркик Тогда Файеркик Видит что происходит Видит жесткий выход 13 реводжеров 8 ровущих Закон Королевы Нужно все стягивать Сюда Весь прирост Стягивать Иначе беда Нужно отступить Мочка назад Как-то криво Здесь и файеркик Стоит МС видит происходящее Сейчас спайер почти готов Может быть стоило Хотя нет Какой спайер Сейчас бы МС Зашел бы сюда Просто и все Убил бы Это было бы жестко Файербол не готов Грелки полетели Харасить Спайер зато готов Можно сейчас Изи просто Переходить в мутку Файеркик У него до хрена ресурсов Здесь грелки Пытаются пошатать Но пятую Зашатают Четвертую нет Так Реводжеров Можно оставить здесь Королевами Можно идти Грелки отбить Сейчас Так Приходит МС Файеркик Реводжерами Отгоняет Роучами Грелочки Залит Здесь лейр Между прочим На дальней базе Королеву Транслюзить Можно Королеву Не транслюзить Заходит Файеркик Спайер готов 12 муталисков Пошло Вот это хороший Расклад Что мутка Пошла Грейдеп Еще Файеркик Делки Наземная Был бы Мастером Чего Мастером Просто Мастером На все руки На все клешни Так Минус Овер Здесь Четвертую МС Собирает Занимать 16 муталисков Ребятки Это серьезно Куда Нужно правильно Ударить Мутой Вот куда Нужно ударить Вот так Облететь Сюда И будет Все четко Грамотно Мощно Муталисков Все больше И больше Они все Влетают Плюс 1 заказ 16 муталисков Ресурсов Файеркика Много Пятую базу Заказал Уже Муталиски Летят Низ Грелок Можно поймать Вот они Летят Посмотрите Грелки Сейчас Файеркик Спалят Ой Всех грелок Спалил 5 штук Минус 5 грелок Муталисками Отличное решение Файеркик Молодец Принимает Здесь в центре Контакт Идет битва МС Файеркик Файерболы Есть Дестабилизаторы Стреляют Ну там Несколько юнитов Минус 0 Грелок Файеркик Поймал Нужно мутку В центр Привезти Для того Чтобы 28 муталисков Плюс Призму Минуснуть Пытается Файеркик Минуснуть Не получилось Варди Она очень много Муталиски Здесь рядом Королева По своим же Файерболам Ходит Нужно муткой Лететь 17 еще Муталисков В заказе 14 плюс 17 30 мутки Будет Штук Муталисками Призму Файеркик Сбивает Царь Прироста До варпа Здесь не будет Муталисков Двадцатка Штук Уже Плюс Еще 9 Будет Собирается Прямо В лоб Файеркик Видимо Драться С МС Я так понимаю Куда Ты полетел На Сентрии На Ламос Безназемной армии Куда Помчался Так Принимает Сейчас Дестабилизаторов Файеркик Одного Второго Убил Уже Филды пошли МС Пытается Отступить Не так-то просто Здесь отступить Дружочек МС Файерболы Дестабилизаторы Здесь они Файерболы Так Не файерболы Дестабилизаторы В молоко Стреляют Файеркик Пытается разобрать Реведжеры Роучи Все идет вперед Муталиски Сентрии Очень много Варденшилда Слишком много У МС Варденшилд Очень сильно Решает Еще Файерболы Простите Кип файерболы Еще дестабилизаторы Заказаны Нужно принимать Отжал Файеркик Сейчас МС От отступления Все база нормальная Ну куда лезет Ё-моё И атаки есть Все Принимает Сталкеров Наконец Файеркик 177 на 100 По лимиту МС Пытался уйти Уйти не получилось Короче Файеркик Очень хорошо подрался И нужно добивать Просто оппонент Свою Здесь даже Ни хрена нету Четвертой базы Понимает Это файеркик 183 109 Я думаю Что уже Невозможно Здесь эту игру Отдать Фактически Потому что Ну как ты Отдашься с таким Преимуществом По лимиту Двукратно Тем более Пятая хата У файеркик Не добывается Вообще Ничего там На пятой Но МС Даст Остается Подварпить Сталкеров Выйти Отдаться Последний раз И все Приходит Файеркик Сентрея Уже Вообще Нету Стабилизаторы Двумя патронами Успевать Время Что это было Почему двумя Успевали Да призму Фу Мазеркор Фу Укуснит И призму Ладно Если сейчас Файеркик Умудрится Отдаться Здесь Уже Совсем Перебор Нет Трансфюзы На мут Уйдут Отличные Трансфюзники Такие Гидра Подходишь Гидра Потому что Гидра Откуда Чем Гидра Так Вон Мазеркор Висит Можно Минуснуть Мазеркор Чтобы у Верчажей Просто Не было Новых Что-то Файеркик Упор На этого Сделать Хочет 177 91 Но я Зря Переживаю Здесь Прирост Чисто Решает Уже Вторая Кончилась Почти Негря Уже На Мэйне Остается Фактически Вот Только Одна База Добывающая Здесь Все Кончается Ну Файеркик Переведет На Корею Идем Курильчики Будут Биться Продолжение следует Продолжение следует Ну что И лайф Я как Понимаю Да У нас Следующий Макебете По коэффициентам На что Файеркик Мне принес Халявных Этих Хреновинок По коэффициентам Лайф Лайф 1.54 Линок 2.27 Ну не знаю Не знаю Лайф 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 2.3 Лайф поставлю еще сотку халявных этих на линока штук кому интересно на кибетики ставьте и рейтись через мою кнопку черненькую вот да, линок слил бомберу посмотрим выиграет ли а лайф на самом деле это ничего пока не значит так 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 Бывайшку еще прокастим на этой неделе Не знаю когда, посмотрим Топ-16 GML я сейчас на корейском сервере нахожусь, поэтому нет смысла показывать топ-16 GML Linux 10 и Live пока нет, насколько я понимаю Чуть позже зайдем, мы на Евро, Камана была и будет играть И тогда можно посмотреть топ-16 GML Субтитры сделал DimaTorzok Ну про Live не надо глупых вопросов задавать Откуда же я могу знать, будет там Live играть, не будет Посадят в тюрьму, так не будет Не посадят, так может еще поиграет когда-нибудь Ну что, Live против Linux Red City, тоже из стареньких карт Так, она не очень долго существовала, мне вообще никакая не нравилась Какая-то вообще не артикарта Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, считаю, что рынок там пишет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здесь хат 2 оставится Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, Reaper полетел, Марик строится Контроль, это Live Интересно, какой пинг, кстати, играет Корея, пинг, так, пинг 333, корея, сервер Корея Прямо есть Пинг большой у меня здесь Ну, в принципе, у корейцев зато пинга нет Смотрим Че народу так мало сегодня? Понимаю Неизвестный поддержал ваш канал на сумму 222 рубля ровно Спасибо за стрим Обои на заднем фоне продаются Так Когалым, спасибо тебе Почему неизвестный, я только не понял Если честно, спасибо за поддержку всем ребят Странно Наверное, тоже не залогинен был А, понял Часть народа вообще не на ГГ-плеере, походу, сидит Здорово, Димас Да не, просто я вижу, что на ГГ-800 с лишним человеком всего 1000 стоково, то есть 300 человек где они вообще находятся Ну, хотя пофиг, мне важно, сколько с личного премиума смотрят меня А так, где сколько находится, не особо важно Почему, потому что рекламы сейчас не так уж и много Так что как-то так Ну, все, третья цешка пошла, хотя... Так, Гелиончиков заезжающий штук Сейчас я потом с цифрами потом перепроверю Еще что-то странное, правда, действительно Гелиончики мимо проезжают Такие, надо на вторую не ворваться было На третью ворвался Но очень мало, да, он все пока в яйцо наносит На трех хп выжил, а в итоге дрончик Повезло, он там чуть... Чуть вкрутую его просто не сварили сейчас Гелиона, но все-таки выжил А яйцо, не получилось Плохих действий таких По отношению к зерку сделать тирану Ну, или инако больше На двадцатку русский лимит Залетает на мэй, начинает харасить Приятного тут мало Смещается к третьей базе Баншо и Лайф Здесь линок готов В общем-то, королева контролит Еще одного дрона подрезал и улетел сейчас Десять дронов еще линок заказ Здесь забегание лингов проходит Но безрезультатно Гелионы пытаются нагнать Линги убегают сейчас домой Гелионы догнать не смогут Здесь стенка есть Третья цс-шечка в стенке есть Майорик по камням стреляет Куда ты стреляешь-то? Под себя надо стрелять Пользователь бакс активировал премиум на ваш канал Спасибо, тбакс Здесь у нас происходит харас Спайр! Как неудачно линок сейчас спайр поставил Только посмотрите, не отменяет спайр вообще Что ты делаешь, линок? Только похвалил недавно И сразу спайр просто в непонятном месте поставленный Как пушка просто И минус спайр в итоге И спайр не восстанавливает линок Строит лингов 20 штук В один-один грейдами лишние И роучем делается, очень странно Третья цс-шку лайф начал добывать Линок четвертый уход ставит Хату-то отменит Хату отменил Спайр не отменил уже в этой игре линок 11 роучий пилец Сейчас 123-118 127-118 Это опасная ситуация Сейчас можно просто попытаться к линоку прийти Но нужно это незаметно сделать Четвертая хата пошла ближняя Здесь выход пошел Кстати говоря, уже стимпак готов Сейчас щиты с 1-1 грейдами будут И у линок вообще не самые лучшие времена сейчас наступают Линок выдвигается третьей Кстати, третью вообще никто не обороняет сейчас Линги забегают Можно в размен линоку пойти сейчас Причем очень удачно Потому что тиран сейчас вообще не готов биться в размене Заходит Алайв Ну, группа не слабая такая Юнитов здесь двигается Но вот лингами вроде окружил мариков Потом выпустил опять зачем-то их непонятно Фаербу по бункеру падает Очень неплохо Бункер скрыт Марики уходят Роучи и реводеры продолжают давить Но Алайв сейчас на все базы линока Одновременно фактически нападает Танки нужно перевести Мариков тут очень интересно Сплетить мариков тоже не самая лучшая затея для тирана Потому что они могут отдаться по разным направлениям сейчас Танк линок покусить на мейн зайдя Но Роучи в поддержку реводеров очень мало остается И в итоге понемножку, понемножку Алайв отбивается И он отобьется скорее всего А линок что дома? У линока больше конечно боевого лимита Но мне кажется это его не спасет Танк пытается подрезать линок Алайв забирает его Танк все сейчас ставят И будет контролить уже мейдиваком Роучи выходит Алайв танки не... Какие ошибки глупые вообще от тирана сейчас Танки не законтролить В таком размене дичайшем Здесь самое главное что должен был делать Илайв так это танки законтролить своих По лимиту немножечко впереди Сейчас инок А вот сейчас уже даже и на тридцатку становится Потому что Илайв что-то натупил На отдавал На третьей базе отдается Все на второй Рабочие остались Нужно отбить В итоге Роучи И тирана еще есть шанс 20 лимит просадка То есть здесь все ццшки живы А у ЗРГ две базы всего Хорошие залпы танк делает Прямо же ну очень много наносит Марики пришли Танчик приходит С другой стороны 87-76 Здесь это победа Илайва Скорее всего Так баба-потища Сейчас сделаем Стрим из игры Поэтому Браузер немножко Можно убавить Так Да похоже Что Роуч Ворен был убит На второй базе Стэл Хат у Линок восстанавливает Плюс Второй армор пошел 103-117 По лимиту Идет Илайв вперед 64-77 По БУ Очень близки Лимита Линок вниз Смотрите Линок грамотно Сейчас в двух направлений Пытается все принять Снизу танк принимает Сверху Мариков Илайв кинул своих Хотя три еще выжили До сих пор Танк Какой здесь рельеф Для ЗРГ невыгодный Посмотрите Как здесь обходить тяжело А тирану Как выгодно здесь биться Просто выходит Инфестор И сейчас танк Пытается Линок Упуснуть Не очень-то получилось Танк улетает Но Отогнал тирана В это время Получает дроп На мейн Сразу же 97-82 В пользу Лайва И это беда Печаль Потому что 2-2 грейды Сейчас еще будет У тирана Готовы А 2-2 Это совсем плохо Для ЗРГа Вот маленький На 2-2 Роучить 0-1 Раскладывает Секундочку Ребят Секундочку Дверь открылся Все отлично Лимиты сравнялись практически Лайф наотдавался Немножечко Линок держится Молодцом Кстати Сейчас еще Микоз Будет решать Но Что-то Расшатало Линока И по рабочим Уже меньше И новый выход Идет Игры 2-2 В 1-1 Сейчас Только второй Армор Будет Через 20 секунд Еще 4-я ЦЦ Строится Ну Да и карта Необычная Была Так Линги Реводжеры Роуч Микоза Хорош Пошли Фаербольчики Смотрите Сколько Реводжеров Линок Фаербола Не кидает У тебя АПМ Ну 310 Этого Достаточно Вполне У Линок И гигантский Раньше АПМ Был Вообще Вот Кидает Микоз Микоз Фаербол Микоз Фаербол Для этого Инфесторы Добавляются В этот Микс Чтобы Реводжеры Еще более Эффективными Были А не так Эффективный Юнит Лайк Тут еще Харасит Летает Влетает От Фаерболов 3-3 Скоро Уже Доготовы Будут У Лайва Точнее Сначала Третья Атака Через 10 секунд Уже Она Будет Готова Примерно Сейчас Через 10 И Потом Еще Армор Который Наполовине Где-то Чуть Больше Чем Наполовине Уже Готовности Что там У тебя За шум Такие Это Наверное Колонки Твои Что-то Шумит Фонит Четвертую Начал Добывать Планетарка Туретчика Мулов Накидано Просто Немерено 136-34 По лимиту Потому Что На звук Ни от кого Жалоб Не было Кроме Минус Два Танков Ревел Олаев Сейчас Танки Нелепо Как-то Потерял Два 132-140 Линок Вперед Выдвигается Боевого Лимита Чуть ли Не больше Чем У Олаева Фаерболы Падают Медиваки Падают Смотрите Линок Зашатывает Здесь Фаерболами С мекозами 110 на 97 Неужели Он сейчас Перевернет Просто Эту Игру Может И такое Быть До заказа Пошли Лимиты Очень близки 3-3 Причем Грейды Здесь 0-2 Вообще Роучи Реведжеры Представьте Если Линок Делал Грейды На Реведжерах Еще Так Вообще Тогда Было Замечательно Просто Все Инфесторами Попался Хитрый Линок Куда-то Непонятно Куда Потерял Всех Инфесторов И Это Полный Провал Теперь Я думаю Уже Не вытащить 3-3 Грейды В 0-2 И Здесь Линок Видит Прекрасно Что там Роучи Реведжеры Делал На Ваш Канал Так Один Роучи Пришел Вниз Здесь На Стим Пакет Забегает Линок Пытается Отступить Посмотрите Сколько Здесь На Третью Уже Заходит Вся Эта Шогла Большая Нужно Еще Рас Простим Патчиться Что и Делает Элайв На Третью Заходит На Третью Проблемы Хата Минус Раз Загружается Элайв Передроп На Мейн Пошел Хорошо Нет Инфесторов Здесь Здесь В лоб Разложил Там Столько Юнитов Уже Вообще Одна База У Линока Остается И то Дистанц Майнинг У нее Добывают Здесь Роучи Подблочили Планетарку Выбивают КСМ Неприятный Момент Но Приходят Сейчас Марики Мародеры Быстренько И разбираются С происходящим Роучи Спрятались Нужен Скан Сюда Срочный Скан Скана Нет Возвращается Лайф Три Медивака Полных Абсолютно Медиваки Это Минус База Последняя 80 на 150 Конечно ГГ И Линок Прекрасно Это Понимает Линок Не хочет Сдаваться Четвертую ЦЦ Планетарку Пытается Выбить Стимпатч ЦБО У Линок Кончились Уже База Бьется До Последнего Марики Мародеры Идут Вперед Отдаются Здесь Посмотрите А че Сразу Ты Лайф Не ввел Ничего Туда Блин Думаешь Там Нет Ничего Там Еще Невероятное Количество Какой-то Юнитов ГГ И Линок Пишет Понимая Что Уже Ничего Сделать Не Может Он На Сам Дели Так Я Не Обращаю Внимание Так На Тейл Добрый стрим Запилите А Он у меня есть Просто не добавлен Странно Версия последняя Геймхарда Не обращал Внимание Вока Работает Там Или Нет Внимание Вока Внимание Внимание Так, а Twitch вообще оффлайн? А почему Twitch-то оффлайн? Странно... В настройках не показано, какой GameHard, насколько я знаю. Да, здесь нету. 2.06 или 2.06, короче, что-то там предыдущее. 0.05 или 25. Сейчас 26, что ли, как-то так, версия. Так, едят все. 0.05 или 25. 0.05 или 25. Ну что, на золоте тут вторая золотая. Братите внимание, карту изменили очень сильно. Вторая база теперь золотая. Тирану вообще выгодно занимать. Вот он. Кстати, да, с мейна переводит просто большую часть рабочих сюда. Фактически тиран. В этом и плюс. Но, может быть, в будущем будут на этой карте билды и с перелетом тут лететь-то понты. СССР поднял, сюда привел и сразу ты добываешь золото по максимуму 12 рабами. Это очень жестко на самом деле. Я думаю, что может это окупаться. Факта плюс два варака ставят alive. То есть, какой-то ранний прессинг, видимо, будет. С ранним стимпаком наверняка билд. Ну, гелионы стимпак. А здесь у нас очень-очень ранний лейер. Прямо невероятно какой-то ранний пошел. Камни пробивают сейчас линги. Еще одни камни минус. Да, стимпак пошел через ранний стимпак, как я и предполагал. Два реактора. Видимо, сейчас будет подстроено гелиончиков. 4-6 штук. И на месте вот этого реактора будет... А, просто рядом Старпорт заказан. Ну, как вариант. Или что, камни убивают? Просто, чтобы место вызвали. Чтобы было место. Там, нахрен они не нужны здесь. Можно и не убивать. Раньше они просто поставлены для того, чтобы как раньше зергов снизу пилоны просто не... Воле была имбовая тема, что три пилона ставишь снизу и фотоночку за стройку такую зергу. Он не может на вторую спуститься. Но теперь-то даже, кстати, это и не актуально получается. Ведь есть реводжеры у зерга и много всяких технологий. И скилл уже вырос намного по сравнению с тем временем. Так что, вот эти фотонки снизу не решают сейчас. Ну, можно возможность не влочить рамп урана. Тоже на многое влияет. Там не умести рабочих. Все что-нибудь такое будет. Так, здесь королевы дерутся с гелионами. Одного гелиона теряет. Зачем-то, непонятно. Не семь муталисков заказанных. Линок пытается забегать. Ганни сейчас сделать. Элайк успевает депошки поднимать. Гелионы приезжают. Залп по лингам. Сейчас можно их отловить будет, этих лингов всех. Что и пытается, конечно же, сделать элайк. Но не так-то просто это сделать. Одного только еще успел подрезать. Ну, почему-то, линок не за контроль. Эллингов дальше не поймем. У Талиски возвращаются. Пытается гелионов с муткой принять. С лингами. И здесь выход идет. Вот уже первые медивайки. Посмотрите. Все, готов и стимпак. А есть армори? Армори есть. Можно трансформировать. Хеллбатов нужно было, на самом деле, не терять. Гелионов-то. А хеллбатов еще больше было. В один крипту. Моррлайв зря не выбил, не успел. Я, насколько вижу, бейлингов нет у ЗРГ. И это очень печально для него. Потому что врывается элайв. Мариков много. Два хеллбата живых. До сих пор они против лингов. Танкуют. Просто дичайше. ГГА 2.0. Вообще изи. Лайв что-то линг слаб. В общем. Ну, бомберу проиграл. Лайв, как по мне, сейчас еще посильнее бомбера. Тиран такой будет. Предугадывался этот расклад. Но мне казалось, что я все-таки верил в линок. Почему-то. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Бомбер такой же известный тиран, как элайв. Причем здесь и как вообще известность относится к уровню игры. Боксер известный игрок. Много кто известных игроков. Многие из них и не играют сейчас. Просто вышел лотф и расклад поменялся. Лайв неплохо выступал. Как и бомбер. То есть, на самом деле, кто из них сильнее КЗ. Но ни один, ни другой ничем не запомнились мне. Ну что. ЦС-17. ЦС-17. Барак на рампе. То бишь, играет на сумеречных башнях. Достаточно халявная лайв получается. Сейчас... Ну почему бы и нет. Вступайте в группу ВКонтакте. Там я пишу, что я и когда стримлю. Стараюсь за день отписывать. Брудуар. Когда будет время, тогда постримлю. Постараюсь. Вот она, группа. Третья ЦС-17. Что тут не понимаю? Подождите, ребят, сейчас я ТВич проверю. Секундочку, я не понимаю, почему он уфлайн. ТВич уфлайн на видео нет ничего. Так, елеончики ездят. ТВич уфлайн на видео. линок отбивается все нормально три гиллиона потеря на 8 лингов два дрона как-то не ахти сейчас еще дрона могут затерпеть что-то зря линок так нагло действует королева пришла гиллиона минус ну дроны вынуждены были покататься немножечко но барабан практически равная ситуация здесь третья ццшка сейчас вылетает в наглую life 3 ццшкой 5 бараков сейчас будет работать уже и реактор на star force сейчас начнут медиваки по две штуки строится газ на 2 добавляется начинает добываться уже вовсю в кармане точку сбора можно ксм ком поменять сейчас на третью базу раскачать ее немножечко очень скоро я думаю life так и сделаем 11 заказала лайф пока что-то не заказал нужно заказывать что-то лайф застыкал посмотрите supply блок 3 депошки заказаны сейчас 69 депошки только начал по факту строить ну третий ццш в принципе ситуация по экономике более-менее по грейдам тоже практически одновременно делаются минки плюс био это от элайва кстати его оппонент это его как раз таки линга-бэйлинги стиль мутка ну опасный такой стиль ход соски исключительно раучи реводжеры это воловский ну посмотрим что из этого выйдет вообще у тирана все нормально вот он армари заказывает армари будет по таймингу по-хорошему добавляться прилетает перед робки сейчас бэйлингов морфит линок и лайф разгружается на мэйне посмотрите линок вообще мимо кассы где-то там находится сейчас стимпаки врыв пошел так лингов отконтроливает несколько так бэйнов нужно фокуснуть фокусит бэйнов все минус бэйлинги кстати и лайф прилетает двойным дропом шатает до муталисков сейчас просто-напросто бэйлингов фокуснуть да и все сейчас бэйлинга что фокуснит и лайф фокуснул бэйлинга муталисков не стал фокусить еще улетает сейчас двумя медиваками перед робчик вниз пошел очень жесткий дэмэдж нанется лайф линоку сейчас 9 дронов минус 0 много боевых единиц великолепный тайминг дроп линок не понял куда дроп идет даже он здесь что-то стоит а вот здесь не видит пространство это ну непростительная ошибка для зерга сейчас 1111 будет но у тирана еще щиты добавится буквально через ну поменьше побольше чем через 20 секунд через 25 где-то но скоро уже щиты будут выход очередной идет здесь копится все бараки добавляются второй старпор добавляется в арморе плюс один на воздух делается нужно 22 заказать тирану сейчас все 22 заказывает щиты готовы приходит начинает пробревон четвертой базы четвертая база минус можно сказать про сканить убить крип например слава богу что не меня на какого-то товарища непонятного дропает так что все окей здесь муталиски пытается нагнать буст медиваку не врубил вовремя лайф кори пишет дрейнанг дрейнарк точнее почти как андрей нарк но не андрей нарк ой какие залпы 10 лингов здесь его здесь 18 лингов проблевая часы лайф здесь марики как-то клево фукусят бейнов но хотят фукусил улетел частью мариков 22 22 грейды делаются четвертую пока не успевает линок добавить но по лимиту улаева больше в общем то то есть нужно как-то стабильно шатать эти туретки ни одной улаева нет кстати вот я не тирана некоторые удивляют мутка по карте летает свободно туреток ноль вообще на мэйне сейчас дерево пусть одну тут для запиливлен совесть то есть вообще без туреток играли вот и чалик говорит охренел совсем чалик взрывает на улице что-то мариков оставила лайф тут при отсутствии туреток нужно либераторов побольше бы добавить сейчас два есть уже мутка врывается от мимо летает 4 либератора уже строй вот это лайф блин отвечаю вот вообще красавец не как тирана сейчас какие-то глупые пошли что-то пытаются там за муткой летать либераторов по стройни нут в первый starcraft что ли не играли валькирии вообще там просто побольше их надо все сейчас будет шесть либераторов уже на шести либераторов с плюс один у мутки ноль армора уже почти бесполезно будет так наконец-то пошли туретки понимает тиран что если сейчас он выдвинется и туреток не будет ему это минус будет тиран вообще прошлый раз везло в предыдущие разы что совпадал тайминг его постоянного прессинга с выходом муталевского то есть удалось на базе бина к удержать и теперь уже не факт что удастся по центру ход либераторы где они вообще все есть вот их шесть штук летит так аккурат не нужно либератор кто хочет 6 ну попробуй ой 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 вот что вот пожалуйста а тираны думают что-то будет говно строит это минки какие-то там торы вот либераторы с муталевским решать забегание пошло линок идет а лайф идет вперед линок к нему идет но сейчас и лайф может в размене затерпеть на самом деле вэйлингов принимает просто в хлам здесь забегание не слабое но рано или поздно тиран отобьются муталевский практически бесполезно бэйны новые выходят 150-2 линока больше тем не менее лимита вот единственная то есть эффективность либераторов была видна но эффективность и лайфа была не видна зачем-то он отдал всех либераторов позволил зергу пойти в размен и для зерга это хороший шанс взять игру хотя там конечно армия гигантская убивает зерга спору нет но то что вы лайф отдает просто сейчас свой мэйн это полный фейл на самом деле что-то начал ныкаться здесь рабочими надо лингов отбивать от продакшена отгонять как лайф вынужден отходить в итоге ё-моё линока оставил здесь ну ццшки пока все живут туретки там выгрызают ксн к и все поскольку какой назад возвращаться лайф просто как идиот вообще игру сейчас отдает просто блин отвел либераторов отдал все отдал сейчас либератор кстати новое подстраиваться . летят медиваки здесь лингов принимает 131 139 два либератора есть и два строятся еще ццшки есть вообще одна единственная ццшка остается в живых насколько я понимаю да да одна ццшка у элайва всего выжила сейчас нужно прикрыть starport нужно подстроить еще либераторов количество некоторое и просто-напросто в этих муталисков всех принять 33 игры это делаются нужно прикрыть 33 вычинить же ты 33 пожалуйста вычинивает сейчас и лайф это ключевой момент что это будет преимущество по грейдам есть какой-то один медивак ходит пытаясь что-то сделать ломиться даже ала его сейчас ни в коем случае не надо ему нужно просто чуточку либератора подкопить точнее чуточку а шесть штук хорошее залп минки минус инфестор инфесторов добавил линок мутка пытается нагнать ццшка добывает тут еще одна один либератор заказан можно еще одного заказать можно чтоб шесть штук их было сделать так муталисков принимает турей так нет очень странный какой-то выход пошел сейчас это лаева опять да он идет вперед но либератором то оставь хоть 6 мариков прикрытия ну что ж ты творишь-то ема как вот ничему не учат прошлый раз отдал 6 либераторов на ровном месте и сейчас без прикрытия оставил так здесь 3-2 грейды уже либераторы контролят мутку лайф выходит вперед но игру отдавать не собирается здесь какая-то ниндзя база пошла интересно но сейчас много бэйлингов плюс лингов можно биллу слизистим патч сайлайв сплит пошел как минка залп сделать не успела а где либератор это все вот их 6 штук здесь висит бэйлингов еще 20 делает линок сколько у него есть 29 есть 20 будет еще 50 бэйнов отходят и лайф правильно сделал зачем ему лезть вообще куда-либо у зерга ничего нету только вот эта ниндзя база нужно больше либераторов просто чтобы вообще нужно их 8 штук для чего для того чтобы просто муту вообще не бояться чтобы они просто ее разобрали фактически на а клики хотя тут и 6 достаточно я думаю будет учитывая что так два медивака еще лайф строит так мутка залетает минус 3 муталиска либератор и вообще не шутят совсем с муталисками улетает мутка сейчас линок а здесь у нас чё-то линок а лайф летит овера минус нул нет не минус нул что-то там ракет мало в него запустил приходит базу так и не спалил скан заходит сюда крипу cc-шечку восстанавливая здесь у нас медиваки новое строится либераторы возвращаются домой понимает сейчас а лайф что нужно принимать муту принимает муталисками линок конечно же не будет драться с либераторами вырывается ну вот ни одной туретки нет ни одного марика либератора догнать не могут и что делать ничего не сделаешь сто сорок три сто шестьдесят ой у линока столько же боевого лимита сейчас если линок вот это все био отожмет то ничего хорошего и лайва не ожидает между прочим либераторов 6 штук как было так и есть нужно бы спалить бы конечно вот то что линок здесь столько юнитов имеет так микозы сейчас пойдут микоз по либераторам пошел принимает и лайф бойну по грейдам в плюсе а вот для чего рейлодеров добавил чтоб либераторов забрить ну либераторы могут и по земле умеют макгют малик приходит спалил и лайф базу линоку грузит один медивак сразу же полетел в дробщик реакция просто мгновенная здесь прироста что-то очень мало и лайф идет вперед линок вообще не реагирует а зря нужно было бы принять дроны падают сейчас все падает либераторы мутку так почти нагоняют но почти не считается каратор один есть но один то он тут хотя нет вдвоем уже два каратора могут уже помочь против мутки но можно целенаправленно фокусить эту мутку все марики выбили в итоге хату линоку 122 150 не в пользу илаева полимитка и напряженная игра получилась а прям прям напряжометр какой-то мутка через бариков какая ошибка от линока ужасная куда же ты летишь всех муталистов отдал кламп бейлинги идут вперед био на крипе как бейлинги тут унижают просто элайва элайв что-то затупил на микозах да 38 стой всерой линок победит судя по всему потому что элайв отдался просто сейчас отдался причем очень жестко либераторы все потеряны четыре марика хоть и строится сейчас но вот это все нечем отбить 20 на 60 по боевому вышел элайв на крип загулялся загулялся сейчас реально линок одну игру отыгрывает судя по всему ну еле 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 но выпищал игра прикольная получилась с такими крутыми игры даме идем проиграл ну что ждем четвертую надо прорываться дальше и 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Просили, никогда не было. Вот этот зверь, который постоянно звуки эти издает. Вот такой вот он. Все свободно. 13-летняя старушенца Алиса. 15-летняя старушенца Алиса. Сколько шерсти от них двоих весной. Чарлик уже, кстати, линять стал. Походу весну чувствует. Запахло весной. Под шерсть этот пушок линяет у Чарлика. Обычно звери такие моменты прочувствуют хорошо. Значит, наверное, диких морозов больше не будет. Продолжение следует... Четвертая игра, которая может быть решающей. 2-1 и лайф идет. Неужели опять камбэк? Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, ребят, реперочек полетел. После репера Марик факта сейчас будет заказанной лайвом. Что-то лайф все хочет тут репером прям сильно сделать. Залетает лингами. Встретил хорошо его линок. Вот и королева готова. С королевой уже не поспоришь. Гранатку на ей. Ну, она от гранатки увернулась. Третий. Хаты пока нет. Репер по-немочку регенится. Сейчас отрегенится полностью. Отступил немножечко вниз. Ну что, факта. Сейчас танк будет заказан. Медивак, видимо, да? Какой-то выход, такое ощущение, от элайва планируется на мариках танки. Рипера окружают линги. Сейчас моментально линок принимает. Ошибка ужасная. Элайва. Что он здесь стоял, непонятно абсолютно. Ну, не критично. Это потеря, конечно. Но нужно что-то будет предпринять. Где собирается элайв шатать с танком, я не понимаю пока, если честно. Но это явно будет шаталити какой-то. Бэллинг Нест линок пораньше заказывает. Боится чего-то. Чего он боится? Ну, Био, конечно же, боится. Но в каком направлении, почему он его боится, непонятно. Мариков 6 штук. Нет, 7 штук. Будет сейчас скоро 9. Вылетит медивак, заберет танк. И можно куда-то идти. Третья СЦ-шка заказана. Но вот в это время сейчас, вот смотрите, тиран. Он сейчас вперед всеми этими юмитами пойдет. Но насколько он уязвим дома остается. Это же просто жесть какая-то. Так, что-то медиваком полетал. Здесь еще овер висит. Все прекрасно это видит. Танк у буст почему-то не врубается. Марик едет, линок понимает, что какая-то хрень происходит. Сейчас вот будет овер замечен. Можно сбить маликами, подойти. Да, да. Да можно даже передропнуть. Да даже без передропа. Минус овер. Саплай блок у линока. Лингов да заказал. Линги побежали вниз. Танк прилетает сейчас. Майлики все растягиваются. Контр-выпад от линока. Потому что если контр-беллингваст сейчас делать, очень эффективно будет. Почему бы? Потому что хата-то еще здесь даже не... Вот она только готова. Но она не добывается. Вот в чем проблема. То есть контр-беллингваст может очень эффективным быть сейчас. Один малик здесь всего лишь есть. Можно просто 4 беллингов 5 запилить. Пробить с депошки и зайти. Но зато здесь, посмотрите, как малик из танка шатают. Королев выманивает на танк сейчас и лайф. Очень плохо это он делает. Трансюзу тратит. Здесь снизу линги подходят. По лингам на предупредительный залп пошел. Замечательный залп. Марик пошел куда-то отдался на королевах. Зачем он туда пошел, не понимаю. Так, нужно медивак сейчас отконтролить, отвести. Королевы подходят. Танк пытаются отпустить. Не так-то просто под мариками это сделать. Демеджи они очень много выдают сейчас. Марики лечатся медиваком. Танк отконтролил лайф. Контроль великолепный. Как хэпич любят. В лучшем стиле императорском. Отконтролил сейчас и лайф. 71-69. На ровном месте получает преимущество. А здесь еще и либератор. Просто блочит добычу целиком и полностью. Зергу на базе в кармане. От спорки умудряется там и лайф уворачиваться. Танк на 10 хп еле жив. Сейчас здесь контр забегание. Потому что на бейнах какой-то стимпак будет. На лингах 15 бейлингов может. Секунд стимпак через 20 секунд. Но стимпак как раз примерно доделается в это время. Третья хата как не добывалась, так и не добывается. 86 уже лайфа на 65 линока. Но здесь-то все на хайграунде стоит. То есть можно будет принимать это все. Я так думаю. Все-таки медивак выбьет. Нужно уходить. Танк вообще вижена не дает сейчас. Так, бейлинги заходят. Бейлинги все взрывают чертям собачьим. Неужели сейчас линок просто так нелепо затащит эту игру каким-то странным бейлингбастом в ответку? Сплит мариков пошел. Но надо так расплетить мариков, чтобы бейны кончились. Да, расплетил так, чтобы все кончается. Так, здесь нужно уходить. Танк-то забери. Он тоже незачем там его держать. Танк не забирает пока я лайф. А, он вообще оставил его. Линок видит танк? Нет, Линок танк не видит, кстати. Танк стоит, что-то башней сюда в пиксели в эти уперся. Своей. Нужно выходить. Прикрыть бепушку, прикрыть все. Вот сейчас танк обнаружит. Нет, все равно не видит танк. Что ж такое-то? Скрытный танк-невидимка. Стелс просто технология. Американский, походу. Минус танк. Ну, Муталиски вылетели и уничтожили. Линги бегут вперед. 81, 98 по лимиту в пользу. Линок пытается контратаку какую-то изобрести здесь. Но что-то тут изобретение, по-моему, не срабатывает совсем. Муталис как маловато, 5 штук. Ну, ну, линги, может, забегут, я не знаю. Не, линги забивать не собираются. На 20-ку лимитов плюс я лайк. Здесь у нас 2-2 скоро пойдет. Точнее, вторую атаку уже сейчас можно заказывать. Можно делать выход вперед спокойно абсолютно. Так, несколько бэйнов морфилось. Ну, нужно идти прогонять. Прогнал элайв сейчас. Трансюзит там линок хату свою. Ну, Талисков вроде отконтролил, отвел. Вторая атака заказана. Будет ли сейчас элайв убивать камни? Вот в чем вопрос. Думаю, что должен. Как он еще будет врываться? Хотя можно часть мариков здесь оставить, часть наверху тоже как вариант. Здесь забегание лингов неплохое очень даже идет. Передропчик пошел. Один на хайграунд, один на мейн дропается. Медивак. Здесь пытается линок пробрить как-то этот медивак. Элайв дома расконтроливает. 93-116 по лимиту. Снизу холбата остались. Ну, снизу-то там сколько юнитов осталось, ценнейших. На мейне шатает вообще. 29 ксм-ок уже потерял. Еле-еле элайв убивает спорку. Можно и нужно минуснуть бы сейчас было бы, но минуснуть не получилось. Еле улетел. Сейчас элайв разгружается. Можно опять же на хайграунд часть дропнуть и либо камни пробить что-то. Нужно элайву делать сейчас. Боевого лимита больше всего. Здесь линков немалое количество закопано. Посмотрите, линок пока не видит, что элайв ушел, судя по всему, в 7-е. Там элайв начал пробивать активно. Медивак вылечивает часть юнитов. Здесь еще выход идет, причем значительный. С другой стороны, причем, элайв собирается ворваться. Линок откопал линков. Здесь на мейне два хелбата. На базе в кармане никого нет. Вот это да. Забегают марики. Есть хелбатик один линка. Залп так и не сделала, но бейлинги все кончились на этой минке. Симпак еще сплит пришел. С другой стороны марики приходят с хелбатами. 3-1 элайв, судя по всему. Но все-таки не пришлось. Не могу здесь рыпаться до конца. Вот такие вот дела. А кто у нас следующий? Сейчас выясним, что за сервер у нас. Бомбер пришел. Бомберок, Бомбер. Супер против Бомбера, ребятки. Кстати, коэффициенты почему-то сейчас выровнялись, хотя Бомбер был фаворитом против Супера. Очень заманчивый на Бомбера коэффициент, я вам скажу. 1.85. Мне кажется, Бомбер должен втащить просто. 100 кибер денег запилим. Поехали. Потому что Бомбер что-то втащил последний раз. Неплохо очень такие. Так, а почему здесь лэпки нету? Вот она лэпка. Мана против Блая. Кстати, Блай там фаворит явный по коэффициентам. Кто лучше, Блая Бомбер или Супер? Ну, Супер это Блая уже выиграл, а Бомбера нет. Поэтому очевидный ответ, что Блая лучше, конечно же, Супер. Но если Супер выиграет, то он будет молодцом, очень большим. Но я очень сильно сомневаюсь. Так, сейчас я приду, ребят. Супер выиграл. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Я верил в паэркейка, на самом деле, изначально. Так, заходит бомбер. Сюда небольшую группу. Ну, у Супера есть СН-3, есть Филды. Бери дропчик на хайграунд пошёл. Хорош бомбер. Приходит, начинает шатать. Один пилон сейчас минус будет. Адепты спускаются. Третий Ницус у Супера есть. Он вообще его ничем не защищает. Это очень странный момент. Был. Филончик падает вообще моментально. Практически загружается бомбер. Начинается просто адовый расшат. Можно сейчас очень важное здание вот эту вот Даркшайн убить. Но бомбер решил за Сталкерами зачем погоняться. Минус два Сталкера, минус АД. Сталкеры варкаться прямо под мародёров оппонента. Но это нужно придумать ещё прямо такие приключения. Сталкерам под мародёров варкаться. Довар поедут. То, как по мне, лучше бы Даркшайн. Всего бы лучше фокусного. Просто бомбер и не парился бы вообще. Но расшатал он знатно, конечно, даже без фокуса Даркшайна. Передропчик на мэн. Здесь два Сталкера всего. Причём они что не могут сделать вообще. Сталкали ничего не могут. Но бомбер сам через пилон пролетает. Теряет медивак. Но он просто зашатал вообще очень царский. Сейчас двойной дроп прилетает на базу. Ой, на вторую базу. Она получается ближняя вообще к родству. Передроп пошёл, прикрывая либератора. Бомбер дропается. По-моему, 1-0 вообще уже. Пытается фокуснуть супер либераторов. Это очень непросто сделать, оказывается. Один живёт. Выдаёт просто всем. И туда, и сюда вообще демеджа. Демеджа, демедж выдаёт. Короче, популял по всем. В итоге по рабам ситуация очень близка. По боевому лимиту вообще одинаково. Что-то бомбер расшатал вообще оппонент свой. Причём очень слабо, вам скажу. Пилончик запилен. Здесь камни. Так, стимпак камни начинает пробивать. Камни не так просто пробить. А зачем вообще бомберу? Решил проход пошли сделать. Пробивает. Теперь мародёры гораздо хуже камни бьют, чем раньше за счёт двух своих атак. И супер решил, что ему срочно нужно повомиться вперёд. Ну, вариант интересный развития событий. Почему? Потому что бомбер уже, например, гостакадемию добавил. Ну, есть два ли... Да, даже больше, чем два. Здесь где-то три либератора сейчас есть у бомбера. Можно отступить сейчас и под либераторами просто-напросто отбиться. Что он не собирается сделать, насколько я понимаю. Ещё бы об сервер бы запокусил. Было бы хорошо бы. Заходит супер. Либератор фокус раз. Либератор фокус два. Один либератор где-то непонятно где летал. 80-112. Грамотный контратак. Супер сбривает бомбера. Всё-таки три нексуса окупились очень сильно. И проблемы у бомбера такие, что ему придётся ГГ скорее всего сейчас писать. Именно так и придётся ему сделать. Здесь слишком много осталось. Минетов, это имморталы. Адептов много рабочим будут не вывезти. Великолепный контроль имморталов ещё. Блин, супер-то царь. Супер-то красавчик. Не, на какой первой карте Глаймана играет я без понятия. Ну, если бомбер ещё проиграет Суперу, а Блай выиграет маунт, и вообще замечательно. Блай уже шатал Супера. Можно в финал прорываться, пытаться будет. Супер-то красавчик. Супер-то красавчик. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, прошу прощения, последний раз отвлёкся. Ну что? Супер 1-0. Да, супер много где участвует, молодец. Ну надо подтягивать, скил поднимать на самом деле, трениться. Всё правильно. Бомбер не тот игрок, которого нельзя выиграть, он постоянно нестабилен. То он турниры тащит крупные, то он проигрывает всем, но линок, оказывается, слаб против тиранов, поэтому я думаю, что супер вполне может выиграть. Нексус после гейта стандартный достаточно билд для процесса. Я бы сказал, абсолютный стандарт. Так, сейчас чаще, наверное, самый частый билд такой есть сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok. DimaTorzok. Притендер. Привет. Все нормально. Здоровье все также. Сохраняется 37 температура. Сохраняется. Я подозреваю, что это не просто Фаренгид, а какой-то вирус, на самом деле. Есть там пара подозрений. Буду лечиться, проверяться Пока времени нет, хочу уже отдохнуть Всего просто Куда ждать, посмотреть, как самочувствие будет меняться В принципе, терпимо, стримить можно Но приятного тут мало Когда просто вялость постоянно Какая-то хрень творится, непонятная Три ЦЦшки у бомбера Как халявец, какой наглый, а Третья ЦЦшка пошла Супер стандартно играет бомбер Там халявят просто вовсю Просто Здесь у нас Мазеркор Пошел Плайлайт Робо Может быть Хараз даже будет От супера посмотрим Будет или нет, я пока не знаю Да, призма строится Твайлайт Ну в этот раз, я так полагаю Это будет не Дарки А Адепты со скоростью атаки Похоже на то Или нет Что-то опять Даркшайн пошел Очень интересно Супер опять использует Даркшайн Ну посмотрим Ну в этот раз, на самом деле Даркшайн не сработает, я так думаю Совершенно Почему, хотя он на прошлый раз Так себе сработал Вот, потому что здесь Третья ЦЦшки Это значит сканов будет больше Просто на Пятьдесят процентов Хотя мулы можно так же И Стрел в ЦЦшек выкинуть Так что как-то так Зависит от того Как и тайминг туреток еще будет Ну и инженерка строится У себя бомбер может и туреток запилить Будет танк еще от Блинка Есть Циклон Что у нас призма-то будет А, призма уже прилетела практически Сейчас нужно призму разложить Вот сейчас если бомбер будет не ожидать Мулы выкидываются все вообще Но я вижу, что тайминг Даркшайна Совпадает с появлением Вот здесь вот 50 энергии Вот здесь вот Так что нужно грамотно сплетануть Будет мулов куда-то сюда А здесь где-то Дарков варпануть И просто залететь Что бомбер Че-что супер и собирается делать Туретка где-то была у бомбера Где она? Или мне показалось? А, на второй базе вот она стоит Не заметил Все в порядке Один Дарк к рампе подходит А остальные залетают Тут какой-то неудачный тайминг Посмотрите Дарк один дропается Скан сейчас будет готов Здесь начинаю отрезать Я пошел скан Вот прилетел И сканы как раз доделались И еще один скан есть Там мы обещали Так, Дарк проходит На вторую базу Сейчас минус циклон Хорош вообще циклона Фокуснул Здесь Дарк начинает просто нарезать На отлично Я бы сказал Из рейнджа скана Вывернулся Все, сканов сейчас больше не будет Еще один скан пошел Вот теперь Дарки точно могут пошатать И Супер это понимает прекрасно Кстати, Дарки еще более жестко сработали Но сейчас призма не тупила Как в прошлой игре А в прошлой игре Супер очень жестко призму и натупил И в итоге Супер еще больше Зашатал сейчас бомбера Нужно аккуратнее быть Под туретку-то не ходи Куда ты идешь-то, е-мое Под туретку не ходи Пуля голова попадет От Марика Совсем мертвый будешь К халу свою полетишь Так Здесь ДП-шку прорезает На вторую базу Дарк Здесь еще стоит Вот Фукуси Не хочу просто Вот эти вот лабы все Скан пошел Самое главное Что Дарки еще не дают Нормально Мулов кидать Тирану Сканы идут постоянно И минус Дарк Минус Марик 81-79 поливит 60 пробок на 48 ксм Третий Нексус добывается вовсю Бустится Грейд 1-1 Гейтов сейчас будет 7 штук Еще очень скоро И все замечательно У Супера Причем Бомбер не может спуститься Сюда даже если Дарков Побольше бы сделать А у Дарков нету кала Да Что у них там есть Ну короче В свою вот эту вот хрен Попадут они тоже К Зератулу в гости Три гейта добавляются Еще Собирается Так понимаю Бомбер убивать Пользователь Аверс Активировал премиум на ваш канал Спасибо Аверс 10 гейту Здесь призма рядом есть Полетел двойной дроп В нем Семь мародеров Два марика В этом двойном дропе И Дарк приходит Ну а что он сюда пришел Что ты пришел Привел Дарка Отдал Зачем А еще дропчик уже Вторую шатает Сейчас еще один мейн будет Где призма висит Не понимаю Ой Мазеркор Где не пойму Есть еще мазеркор Мазеркор Перехвалился Что-то просто А просто без мазеркора Играть без мазеркора Это просто провал На самом деле Одно направление Просто Написто не прикрыто Но Дарками отбивается Супер в итоге Вот два дропа Вот реально старался Здесь Дарками рубил Пол игры рубил Прилетело два дропа Все что нарубил Дарками Все отдано В итоге 1-1 Гриды есть Сейчас там тоже 1-1 Будет блин готов Супер Будет ли он выдвигаться Вот призма здесь Есть для выдвижения Все бомбер начал Задропывать Сейчас И супер терял Нить вообще Тайминга своего Все он сейчас Будет разведен Вообще в хлам Дропчик на вторую идет На мейне дроп Вынужден возвращаться В атаку Просто пойти не может Сейчас То о чем Я и говорю Так Здесь Дарки приходят Начинают нарубать Неплохо очень нарубать Здесь дропа Отогнал Часть юнитов Принял Тут 26 Тут 13 Уже по лимиту Плюс эти раны По боевому Причем и по рабочим Что самое печальное Так Пытается подрезать дроп Супер Подрезает Пустой Медивак Которым юниты есть Не подрезал Все А нужно ли выходить Куда-нибудь Продис уже Уже по моему А не особо То и нужно Сейчас Тиран сам придет На оклики Добивать Просто Ну Супер все-таки Решил Что ему нужно Выдвинуться Вперед По грейдам 1-1-1 Здесь Либераторы Уже есть Пользователь Чарлик Активировал Премиум На ваш канал Происходит Шатание Всякое Чарлик Погулял Денег На премиум Заработал Идет Атака В лоб Адепты Бункер Вычинивается Есть один Архон Архон Падает Как же Гвардиан Там некоторое Время Решал Но сейчас Гвардиана Нету Остаются Фактически Одни Мародеры Бомбер Еле-еле Здесь Держится И Морталы Очень много Дэмэджа Выдает Низжоэля Супер Просто В лоб Возьмет Пробьет Сейчас Да Супер Приходит И в лоб Бомбера Убивает Просто На боевом Лимите Мало Бункеров Либераторы Как-то Странно Были Расложены Гэгерчка 2.0 Супер Вообще Изи Ну Что я могу Сказать Не дошатал Бомбер Не прочувствовал В какой момент Будет Контратака С таким Гигантским Преимуществом После Дарков Врыва Нужно Было Чувствовать Этот момент Он Вообще Ничего Не понял Что Происходит Конечно ЖГГ В итоге 2.0 Супер Будет 3.0 Что ли Преимуществом Субтитры сделал DimaTorzok Ну, у бомбера часть боевого лимита вообще в полете была Можно репку потом будет глянуть Ну что, 2-0 супер, но пока 3-0 у нас ни одной не кончилась встречи 3-2, 3-1 первые 2, 2-5 были Субтитры сделал DimaTorzok Тоже точно такой же Nexus через Gate Потом кибернетка будет Кибернетка сейчас будет заказана Газ с тремя пробками супер начинает добывать Тут CC пошла, тоже стандартно Reaper строится, пробка уходит, понимает Супер, что Reaper будет, естественно Второй пилончик пошел 16 пробок на минералах Газ начинает добывать всеми рабочими Точку сбора на минералы Стоит чудо А вот соблайблок был небольшой Все, рабочих законтраливает Бомбер молодец Сразу же Mother Core запилен Reaper проверяет прокси Где-то пробка оставлена на карте, что ли Я чуть не понял Да нет, вернулись все вроде как пробки домой Reaper Reaper вообще не полетел Так, роботик строится Туайлайт на минерале Плюс 2 гейта запилено еще Три гейта, робот Апсервер И блинг у бомбера пошел В этой игре ни одной игры в адептов вообще не сыграл изначально Бомберок Не попытался как-то призмой, соответственно Что такое прохарасить предпринять Все какие-то дарки, то блинки Непонятно как-то прямо Три раза было бы на глава тогда дарков делать Поэтому решил в этот раз просто твайлайт и блинг обмануть немножечко решил Бомбера и кстати говоря Так, третий гейтсус пошел Кстати говоря Вот сейчас бы даже блинг улыб Вообще убил бы наверное бомбера Потому что здесь вообще ничего нет Здесь опять адская халява Правда с танком Так, ну хз может быть и неудобно Не знаю Reaper принял в итоге Супер ничего не заметил Призма Что у нас? Призма летит Три туреточки Все, посмотрите Насколько дарков теперь бомбер боится Три туреточки Вот не будет больше халявить Везде сразу туреточки расставлены Все дела Все эффективно Так, два адепта выдвигают Еще вперед Сталкеры там стоят Плюс гейты еще пошли Кстати, 7 гейтов будет у Супера Плюс третий Нексус Но соплайблок не в тему Он просто не в тему словил Просто дикий соплайблок Причем он словил Реально фейл просто сейчас был со стороны Супера Сейчас эпилоны будут готовы Нексус Нужно варп проводить Сн3 варпится сейчас Так, адепты Сталкеры приходят Начинают депошки шатать Депошка Раз между депошкой Два будет Заходят адепты Кстати говоря Ну Что-то не то сейчас делают Вообще Бомбер Супер такое у меня ощущение Пытается КСМ Подшатать Ну а толку Сейчас адепты Не такие жесткие Это разведыватель Такую врывку Здесь отдает Вообще Все Абсолютно Что ты делаешь Что-то делаешь Вообще Непонятные супер вещи Делают Здесь два пилона Третий Их Начинает Раскачиваться Рабочий Вообще С бомберу Не пошатал Часть юнитов Отдал Еще четыре адепта Так адептов хочет Видимо Засадить Супер Или не хочет Он вообще Ничего не хочет Никуда засаживать Он просто полетел Куда-то Призм Скорость атаки Адепт Он кстати Сейчас будет готова На мейне Вот здесь Не прикрывается Это пространство Абсолютно На второй базе Все перекрыто Так Летит Медивак Вперед Шесть мариков Мародер В нем сидят Фугасы Заказаны Щиты Заказаны Здесь Тринексус Абам Впереди Супер Сейчас Один Один Грейды Делают Супер Абам Только Атака Делается Понемножечку Понемножечку Бомбер Перевозит Все вниз Здесь врыв пошел На вторую базу Верчаж Запилен Сейчас Верчаж Два Запилен Медивак Нужно Попуснуть Медивак Попуснуть Не получилось Пробок Нужно сныкать Довар Пойдет Сталкеров Очень Дамеджный Медивак В итоге Под Блинг Поближе Пошел Медивак Упускает Каким-то Образом Супер Частью Юнитов Назад Ушел Но Кстати говоря Ничего Здесь особенного Бомбер Не убил По лимиту Вообще Одинаково Практически По боевому Разве что Тиран Плюсе Да и Плюс Атака У тирана Есть А у бомбера Ни хрена Нету У супер Ни Ни хрена Заходит Супер Сейчас Попадает На либераторов На какое-то Гигантское Количество Био Зачем Он вперед Пошел Я не понимаю Сейчас он Вообще Развалиться Может Ну Еле-еле Держатся Вот сейчас Сталкеры С мейна Пришли Сталкеры Адептами Прессуют Бомбер У нас Что Бомбер У нас Просто На хайграунде Под либераторами Стоит И это Правильное Решение Ему Ничего Будет Не сделать Циклон Он был уничтожен Или нет Да Циклон Судя по всему Уничтожен Да А нет Остался Где он Вообще Вот он Стоит Здесь На второй Базе Поэтому Призму Никто Не встречает Просто Напросто Она прилетает И проблемы Устраивает Просто Бомберу На второй Базе Пять Уже КСМ К минус Четыре Адепта Тут Расшат Неплохой Устраивает Просто КСМ К Десять Уже Минус Прилетает Циклон Сейчас Врыв На мейн Пошел Нужно Увести Призму Срочно Пофокусил Бомберу Еще Супер КСМ Немалое Количество Плюс Атака Уже С двух Ударов Адепта Убивают Короче Говоря 63-47 Парабам Ситуация Опять же Совсем Не в пользу Тирана Становится Выдвигает Вперед Но Не прикрыто Опять У супера База В кармане Вторая Вот Дробщик От бомбера Проходит Стационарно Ни потомки Ни мазерфорд Здесь не оставлен Ничего Вообще Нету Довар Сталкиров Хороший Идет Медивак Сейчас Нужно Зашатать Что и Пытается Супер Сделать Бомберу Медиваки Зашатать И морду Приходит Но он Вместо Мародера Убьет Мариков Это ошибка Медивак Падает Пробками Помог Немножечко Пробками С пробками Отбивается Можно Перевести На четвертый Нектос Уже Рабочих Часть Не переводится Ничего Я думаю Сейчас Либераторы Четыре Медивака Я думаю Сейчас Четыре Медивака Убьют Скорее Всего Вместе С двумя Либераторами Но Есть Шанс Опять же У супер Предыдущих Игров В лоб Пробить Но 20 Лимита Боевого Разница Но 40 Лимита Причем Не 40 46 Сколько там Либератор Три Они По лимиту Не помню Они Летят Все Вперед Супер Приходят Здесь Либератор Все Парочку Штук Здесь Танк Есть Твою Нет Здесь По моему Проб Ничего Не Получается Там И минки Там И Био Очень Много Под Блин Раз Либератор Минус Два Либератор Минус Здесь Конечно Супер Может И Пробьет Бомбера Но Дома Нет Это Абсолютно Точно Один Два Бомбер Отыгрывает Одну Игру И Мы Будем Ждать Сейчас Следующую Но Еще Как Пока Не Конец Супер Понимает Что Это ГГшечка Наверх Не Продавил А Бомбера Там Просто Колоссальный Лимит Его Прессует Лимит Надо Да Было Третий Раз Дарков Катать И Не Париться Лимит 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 Так Поехали Один Два Лили Лак Карта Следующая Так Отдохнуть Парочки Человек Хорошо Что Начало В игре А то Что-то Загорелось Сильно Слишком Смотрите Что Бомбер Твои Три Барака Опа На Это Подстройщика Пошла Твоя Игра Будет Быстро Явно Явная Подстройка Пошла Три Барака Это Что Три Барака Это Под Нексус Подстройка Причем Нексус Абсолютно Стандартный Здесь И Ну Просто На Рампе Все Закрыто Просто Думаешь Что Там Происходит Такое Думаю 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 Рампет Ну что, роба пошло. Врыв будет очень сильный, очень сильный. Если заранее здесь не будет пилонов добавлено несколько штук, то это гг, процессу. Тем более, что он играет в раннее робо, а с ранним робо это вообще не отбить будет. Приходят малики. Два адепта мазеркор. Пробок нужно выводить. С пробками пытается драться сейчас. Супер. Пробки минус. И минус супер, скорее всего. Потому что шпилона нет на рампе, ничего нету. Зайдет сейчас просто бомбер на хайграунд. Я думаю, что Тера... Тера... Протсу уже тяжело будет это все дело отбить. Уверчаж сюда ставить ну очень не хочется, потому что он не достает это особо до мариков. Сейчас выйдет иммортал. Точка сбора, кстати, прямо в марика стоит. Ну вот с имморталом можно попытаться порыбаться, конечно, будет под уверчаж. Выманил здесь мариков немножко. Супер. Иммортал строится. Но сейчас можно что Протсу сделать? Можно отдать вот этот Нексус и попытаться где-то вот здесь на мейне отбиваться. Нужно с интриоза, а потом контр-пушем убить просто с имморталами и все с одной базы. Но даже так почему-то бомбер решил не драться. Я не знаю, почему иммортал, а дебить. Больше нет ни пилона, ничего. Ну, решил бомбер, что надо добивать с КСМ-ками, но сейчас будет три филда грамотных и все будет в порядке. Или даже Гвардиан шил бы, я бы на месте врубил бы Супера. Под уверчаж выманивает. Филды пошли. Гвардиан не врубил очень зря. Гвардиан против этого хуша. Просто идеальное оружие. 55-46. Судя по всему, 3-1 все-таки. Не будет здесь. 2-2. Как прям с одним имморталом. Ну, здесь Супер зря наверх не стал лезть. Но иммортала было бы тяжело б бить. Кстати, да! Я, знаете, о чем не подумал-то сейчас? Я-то имморталов расценивал как имморталов Ходсовских, которые просто-напросто против Мариков. Бесполезные их поля были. Ну, более эффективные против тех же танков, например. Но сейчас-то поля совершенно по-другому работают. Идеальное оружие получается от Марика. Причем 200 демаджа впитывает. Привет всем, ребята, кто недавно пришел. Плюс 2 гейта, 4. Скоро будет имморталов. Три штуки уже. Да можно добивать идти. Бомбер все не уймется. Сейчас вот со щитами собирается протоковать после щитов. Стимпак заказан. Все не унимаешься-то ты пес. Подумал супер и встал на рампу. Сейчас пилончик новый добавил. Филд раз, филд два. Заходят моряки. Их просто крошат сейчас имморталы в хлам вместе с адептами, вместе с остальными юнитами. Четвертый иммортал. Плюс три гейта еще добавляет. Да надо идти убивать просто-напросто. Рабочих больше, всего больше. Отпускать тирана в такой ситуации абсолютно не нужно. Почему? Да потому что он сейчас выйдет медивайка, начнет дропаться. У тебя все немобильно, а в лоб это сверхэффективно. То, что процесс сейчас есть. Ну, супер бустит пробок. Ему пробу подбустить бы сейчас, а не пробу бы в первую очередь. Все больше и больше адептов становится. Гейты открываются. Все новое и новое. Да тут идти-то даже недалеко. Тут прямо отсюда, со второй базы можно прирост приводить. Призма делается. Нужно сейчас варпать еще что-то сюда. Либо в центре зелков, либо адепт. В центре еще варпает бомбер. Пошли и адептики еще. Ну, короче, 92-74. Супер, простите, варпает. А не бомбер, конечно же. Выдвигается вперед. Супер. Ну, все, подходим. Нажимаем G, гвардин шилд. И жмем А, атака. На местность. Минус бомбер становится. Идет вперед супер. Стимпак скоро будет готов. Вот дождался Стима. Ну, что бегает зад-вперед? Дождался Стимпака. В итоге адепты пришли. Твайлайта нет. Но даже со Стимом, мне кажется, бомберу тяжело будет отбиться здесь. Потому что преимущество явно на стороне просто. Причем очень сильно. Можно вот с этой стороны зайти, кстати говоря. Зачем в лоб-то лезть сюда? Третий некуда супер ставит. Ну, неужели супер не будет атаковать? Ну, вот это самое идиотское решение, которое можно придумать. Сейчас не атаковать. Хотя бомберу тоже не остается ничего, кроме как с двух бас шатать дальше. Но нужно добивать скорее. Чем ждать чего-либо. Заходит супер наверх. Филды хорошие. Ваш спилдов, ну, очень много. Ох, прошу прощения. Бомбер пытается вычинить бункера. Не так-то просто это, оказывается, делать. Пиш, спилдов просто миллиард. Имморталы все живут. Био все падает. 115-75. Филды великолепные сейчас были со стороны супера. Бомберу нечем их просто-напросто законтрить. Ни минок, ни танков, ни либераторов нету. Поэтому бомбера забивает просто сейчас супер. И 3-1 проходит он в полуфинал. Если Блай сейчас выиграет ману, то Блай уже супер и шатал. Причем 2-0. У него есть шанс просто попасть в финал. Очень хороший. На Европу, я так полагаю, сейчас будем смещаться все. Так, ребят, стоп-старт. Короче, объясняю, почему стоп-старт я сейчас буду делать. Была мана за параноилу очень сильно и против Блая только при условии трехминутной задержки он хочет играть. Но бывает, что у Палятка в критические дни случаются. Не любят мана Блая. Блай ману шатал. Но по результатам, соответственно, кто есть кто, who is the bitch now, известно нам. Поэтому не знаю, почему мана за параноил. Через 3 минуты вернусь. Трехминутная задержка, ребят. Ждите.